Народный ансамбль народной песни «Родные напевы» принял участие в праздновании Дня Новополоцка. Компанию ему составил еще один коллектив Белгороднестровского муниципального центра культуры и досуга Народный ансамбль народного танца «Днестр». С молодым белорусским городом Новополоцк, которому 9 июня исполнилось 54 года, Белгороднестровский налаживает побратимские связи. Поэтому неудивительно, что отметить это радостное для новополчан событие пригласили друзей из Украины. Как только въехали в город, пленила просто организация. От начала до конца с нами были люди, которые нам помогали адаптироваться в стране, от начала до конца люди, которые нам уделяли внимание днем, ночью, без разницы. Эта помощь и это вот такое теплое человеческое отношение всегда чувствовалось. За свою более чем 30-летнюю историю существования коллектив «Родные напевы» побывал с гастролями в разных городах и странах. А вот Беларусь им довелось посетить впервые. Впечатления от поездки остались у них самые светлые, яркие и незабываемые. «Родные напевы» – наш коллектив вокальный. Впервые в этом году поехал в замечательную страну, действительно замечательную, Беларусь, потому что эта страна родственная нам, близкая. И впечатления, которые мы привезли от этой поездки, самые светлые и яркие. Первое, что, начиная с границы, это изумительные, хорошие по качеству дороги. Потом просто великолепные, богатейшие ресурсы лесные, озера, реки, воздух очень хороший и свежий. Новополоцк – крупнейший центр нефтехимической промышленности Республики Беларусь. С населением более 100 тысяч человек. Свой 54-й день рождения город отмечал с размахом. На сцене Дворца культуры нефтяников блистали звезды Национального академического Большого театра оперы и балета, а также российская поп-дива Наташа Королева. Самобытными выступлениями новополчан порадовали и наши творческие коллективы. Ансамбль «Родные напевы» специально к этой дате подготовил несколько песен на белорусском языке. Песня «Родные напевы» Основной состав «Родных напевы» – это студенты музыкально-педагогического отделения. И для будущих педагогов это очень важно. Много слышать, много знать, себя развивать. Да кто говорил, Шевченко, Свомановчатес и Чижовановчатес – это вот как раз то, что нужно. И мы будем всегда откликаться на такие предложения, когда только будут поступать. Это очень нужно для просто людей и для творческих коллективов. Участники ансамбля «Родные напевы» приняли участие в двух концертных программах, а также дали сольный концерт на главной площади Новополоцка. Кроме того, им представилась возможность познакомиться с культурой и историей древнего белорусского города Полоцк. Мы получили море удовольствия. Это очень нужное, очень важное дело, когда творческие коллективы вот так вот питаются другой культурой, другой историей. В первый день мы выступали, у нас было три выступления, а во второй день мы посетили экскурсионно город Полоцк. Это древнейший город в Белоруссии, ему тысячу с чем-то лет, чем-то сродни он с нами. Но та база материальная, экскурсионная, которая там, нужно по-хорошему поучиться у них.